Грехи чародейства, жертвоприношения, совершенные в компьютерной игре. Являются ли грехом в действительности? Очень интересно, что люди пытаются греху какие-то свойства присовокупить, чтобы либо преувеличить, либо преуменьшить его значимость. Грех является грехом сам по себе. Нельзя сказать «я его немножко убил» или «я немножко украл». «Множко» или «немножко» – это как бы категория, она не свойственна греху. Грех либо есть, либо его нет. Вы, если вспомните Евангелие от Матфея, в пятой главе, когда говорится о пролюбодеянии, вспоминается, что не только грех пролюбодеяние является грехом, но и каждый, посмотревший с вожделением на женщину, уже пролюбодействовал с ней в сердце своем. К греху убийства тоже относятся не только лишение человека жизни. Если в сердцах ляпнул, что не попадя, и гнев, раздражительность, желание кому-то смерти – это все относится к грехоубийству. И поэтому, что касается чародейства, которого совершено где-то бы, какая разница, где совершено чародейство? Грех происходит сначала вот здесь, в голове, а потом вот здесь. Грех происходит внутри человека. Даже если человек, согласившись на грех, не смог его совершить, он все равно уже согрешил. Вот вспомните преступление и наказание, давайте Раскольников, если бы Раскольников все пошел на дело и не смог убить, внутри его уже бы был совершен грех, потому что он себя давным-давно убедил, что старуха недостойна жизни. Понимаете? Что он имеет право лишить ее жизни, забрать средства от нее. Так вот, грех живет внутри человека, а не в компьютерной игре, не вне. И поэтому дополнять грех свойствами и обстоятельствами нет никого смысла. Где бы вы грех не совершали, он все равно будет считаться грехом, вне зависимости от того, как он называется. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok